Приветствую вас! Вы знаете, наверное, это будет такой вопрос без, собственно, вопроса. То есть есть определённая ситуация, которая вам, ну, которая вам не нравится, которая вас не устраивает, которая даже раздражает, наверное. В некоторой степени, да? Вот. Есть некие вводные данные, ну, вроде того, что вы учитесь на магистратуре, и что у вас есть любящие родители и хороший молодой человек. Но, собственно, вопрос вообще в другом, да, в зависимости. Значит, вы не задаёте вопроса. Ситуация есть, вводные данные есть, а вопросов вы не задаёте. Чего хотите? Собственно говоря, от нас, от психологов, непонятно. Проще, легче, удобнее, продуктивнее работать, если есть запрос. Ну, потому что, так вот, знаете, что вы считаете проблемой, что вы не считаете проблемой, то есть что для вас проблема? Непонятно. Все, что вы хотите, тоже непонятно. Так что, вот первый момент, запрос. Второе. Значит, в целом у меня в жизни всё хорошо. Ну, понимаете, когда человек говорит, что у него в жизни всё хорошо в целом, это такое, знаете, очень субъективное сосуждение. То есть хорошо, да, может быть. Но, простите, а с чьей точки зрения всё хорошо? С вашей точки зрения всё хорошо? Ну, допустим. Допустим. Возможно, так. Но, если всё хорошо, действительно, то тогда чем объясняется тот факт? Тот факт, что вы впали в зависимость, если всё хорошо. Получается, что не совсем хорошо, раз вы в зависимость впадаете. А если всё не совсем хорошо, то тогда возникает опять же вопрос, откуда взялось понимание, что всё хорошо? Вы же откуда взяли это? Да? То есть, по вашему мнению, всё здорово. Но, если вы впали в зависимость от интернета, то есть вы, ну, хотите, я так полагаю, я так полагаю, в интернет уйти, да, уйти выходить в интернет от проблем, может быть, своих, от ещё чего-то, то есть, тут вот, нужно выяснять. То есть, бежите ли вы от чего-то в интернет или нет. То есть, короче, вы понимаете, что в данном случае вот эта вот ваша формулировка, да, что всё хорошо, она, ну, не совсем соответствует реальности, действительности. То есть, тут что-то не так. То есть, тут что-то не так. О том, что действительно хорошо, что плохо, что для вас хорошо, что плохо. Вот. Вот. Эти представления, они у вас искажены, к сожалению. Вот. Как, по крайней мере, мне это видится? Вот. Исходя из того, что вы написали. И подобные искажения связаны с тем, возможно, чего... связаны с тем, что ждут от вас ваши, например, родители, которые хотят, чтобы их дочь училась на отлично, и потом поступила в магистратуру, и имела хороший заработок, учила английский. Вот. То есть, есть подозрение, что ваш жизненный путь, это вот следование каким-то таким заранее запланированным инструкциям. И это, конечно, не есть хорошо для вас. То есть, вы-то всё делаете для одобрения людей, которые рядом с вами. Но только, к сожалению, ситуация такова, что вы себе вредите таким образом. Вот. Как. Ну. Как можете видеть. Вот. И тут, опять же, только в том, что либо вы здесь и сейчас, а, значит... ...принимаете это, принимаете этот факт и начинаете что-то менять. Либо вы продолжаете жить в такой вот обстановке. Потому что, чтобы что-то менять, нужно сначала увидеть, как вы пришли к этой ситуации. Вот. Дальше идём. То есть, вот то, что вы узите в магистратуре, у вас есть любящие родители и хороший молодой человек, это, по вашему мнению, должно составлять успех. Но он не составляет успеха. Потому что это результат, скорее всего, не вашего выбора. Либо, может быть, когда бы это был и ваш выбор. Когда бы это был ваш выбор. Но сейчас, это уже не ваш выбор. А сделать шаг назад вы не можете. Ну, по каким-то причинам. Опять же. Из запрета, скорее всего. Скорее всего, речь идёт о запрете делать выбор. Такой, вот как вам бы хотелось. Меня беспокоит чувство внутреннего дискомфорта, подавленное состояние, отсутствие энергии. Насчёт симптомы подобного состояния, серьёзные. Не в плане тяжести. Нет, не в плане тяжести. Симптомы, скорее, знаете, серьёзные в том контексте, что они влияют на вашу жизнь. И они серьёзные в том, ещё и потому они серьёзные, что вы причину их, то есть вот, причину этих состояний видите по факту. В своей зависимости. А это не так. То есть зависимость, это следствие. Конечно, нужно выяснять, что появилось в перфее. Но, я более чем уверен, что в начале появились эти чувства у вас. И уже потом, а уже после, появилась зависимость, как средство борьбы с этими вот состояниями. Итак. Дискомфорт. От чего? Значит, подавленное состояние. Подавленное чем? Или с кем? Или с кем? То есть вот. Если состояние подавленное, значит, кто-то его подавил. Ну, я так полагаю. Если его, если вас кто-то подавил, то нужно обязательно увидеть, кто подавил. То есть причина. Нужна причина. Нужна причина. Причина, по которой вы испытываете это состояние. Ну, опять же, исходя из того, что я вам сказал, я полагаю, что несложно догадаться, что дело здесь в том, что вы не реализуете свои желания. Вот именно свои желания вы не реализуете. То есть то, что вы делаете, это не для вас. Это вот для кого-то, но не для вас. Что с учебой, молодой человек. Вот. Ну, такое ощущение, по крайней мере, что это не для вас всё. Я не знаю, может быть это и для вас, но вот именно на данный момент прям бросается в глаза, что вы всё это делаете как бы по привычке и не для себя. А ведь живёте-то вы на самом деле. Жить-то вам. Понимаете, какая история? То есть жить вам. А вы, получается, свою жизнь выстраиваете так, что не получаете вообще никакого удовольствия от неё. Видим. И вот это, наверное, самое страшное. В этой ситуации. Здесь. Что вы никакого удовольствия не получаете. От того, что делаете. Понимаете? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, на это вот самое пристальное внимание нужно обратить, чтобы исправить это. Так. То есть, я бы на этом месте сделал так. Я бы присущился больше бы именно к тому, чего хотите вы. То есть, вот зачем я учился сейчас на магистр, например, люблю ли я своего молодого человека, потому что он меня любит, но люблю ли я его? Понимаете? Понимаете? Это важный вопрос. Потому что, если, например, вы его не любите, то вот никакой вопрос, а зачем вы тогда с ним вообще? Вот. То есть, вот именно эти моменты являются ключевыми. Как и ключевыми является то, что вами движет, значит, действовать не по своему усмотрению, не по своему выбору, а как бы из обязанностей перед другими. Причина моей зависимости, причина В моей зависимости от интернета, в частности, Инстаграма и Ютуба. Ну, я уже сказал, да, что зависимость от интернета и от Ютуба, это, по сути дела, сублиманская. То есть, не имея возможности быть свободной в выборе в реальной жизни, вы имеете вот такую, вот такую компенсацию. Вот. Если вы проследите, откуда началась ваша зависимость, то есть, если вы постараетесь проследить вектор развития вот этой вот зависимости, то вы увидите, что в Инстаграм и в Ютуб, да, вы, по факту, просто-напросто убегаете. То есть, вы убегаете в Инстаграм и Ютуб, потому что там легче, там проще, там может быть спокойнее. Может быть, комфортнее. Может быть, требований к вам никаких нет. А тут везде требования. К сожалению. Да. Такая история. Поэтому я думаю, что зависимость ваша связана именно с желаниями. То есть, вот именно потребностям определяют вашу зависимость. Здесь. Вот. Как это видится? Видится мне, по крайней мере, сейчас, вот именно сейчас, на данный момент. Исходя из того, что вы написали. Дальше. Идём. Так. Из-за сидения в Интернете я не высыпаюсь, не выполняю задания по учёбе, испортила отношения с некоторыми людьми. Из-за своей безответственности не выполнила просьбы, которые обещала выполнить. Ну, смотрите. Да. На первый взгляд, во всем виновата зависимость. Ну, давайте мы с вами постараемся быть немножко честнее. Если вы не выполнили каких-то заданий, каких-то просьб, если вы не выполнили просьбы людей, ну, значит, наверное, так это было вам важно. То есть это было настолько важно для вас, что вы их не выполнили. Гораздо важнее было посидеть в Интернете. Гораздо приятнее посидеть в Интернете, судя по всему. Вы поймите правильно, я вас не обвиняю на самом деле сейчас. Нет цели вас обвинять. Я не хочу вас обвинять, не обвиняю вас. Я просто показываю, что не в Интернете дело, абсолютно не в Интернете, а в вас. Вы сознательно делаете выбор в пользу его, в пользу Интернета. Вам приятно. Что вы находите там? Как вы себя чувствуете, когда сидите в Интернете? Как вы себя ощущаете? Что вы ощущаете? Я уверен, что вы ощущаете некое спокойствие, некий комфорт, возможно. И вот это ключевой момент на самом деле. И что нужно сделать вам, что нужно сделать вам, да, это постараться достичь комфорта, значит, ну, на постоянной основе. Вот так, скажем. Чтобы это было не только в Интернете, а вообще всегда. Ну, другое дело, что для этого нужно. Да, это уже другой вопрос. Дальше. Я не знаю, что делать. Удаляю Инстаграм и восстанавливаю через несколько часов. Ну, правильно, желания-то они остаются нереализованными. Причем, когда я нахожу работу, какого рода, или провожу время с парнем, могу вообще не заходить. Ну, то есть, когда вы отвлекаетесь. Когда вы отвлекаетесь, вы можете не заходить. Если у вас есть время, если вы принадлежите сами себе, вы это делаете. А парень и работа вас отвлекают. Ну, то есть, это связано либо с тем, что обязательство перед другими, либо элементарная невозможность находиться наедине с собой. То есть, опять же, я пока не знаю, что именно из этого. Вот как вы себя чувствуете, когда, например, с парнем, да, или находите работу. Кстати, про работу у вас очень интересное высказывание, что работу я пока еще не нашла. А должны? Дальше. Дальше. Значит, с одной стороны, с одной стороны, проход вот так зря. Опять же, вы говорите зря. То есть, у вас здесь есть обесценивание, с одной стороны, того, что вы делаете. Это важный момент, что вы, что вы обесцениваете то, что делаете. Значит, вы склонны обесценивать себя. Знаете? Ну, просто, вот просто склонны себя обесценивать. Это тоже важная деталь. Почему вы склонны себя обесценивать? Кто научил вас себя обесценивать? Понимаете? Какая история? То есть, нужно вот эти все вещи вам постараться увидеть. Сами, сами вы вряд ли могли научиться обесценивать себя. Сами вряд ли. Скорее всего, нет. Значит, 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 откуда-то это у вас взялось. Когда-то вы приняли решение себя обесценивать. И вот нужно постараться найти источник этих аспектов, и я полагаю, что тогда вы найдете корень своей проблемы. Ну, проблемы вообще в целом, я имею ввиду. Дальше. В Инстаграме я читаю какие-то посты о здоровье, отношениях, ощущения английского. Из-за чего... Да, изучение английского. Зачем в Инстаграме читать при изучении английского? Это отдельный разговор. То есть, вы изучаете английский? Если да, то для чего? Зачем читать какие-то посты? Далее. Смотрите. Вы зависите от интернета, да? Но при этом читаете про здоровье, про отношения. Кстати, а зачем читаете про отношения, если у вас молодой человек есть? Хороший. Кстати, хороший, молодой человек, это не очень подходящее определение. Но, тем не менее. То есть, даже в Интернете вы стремитесь к тому, чтобы, я так полагаю, чтобы сделать это правильно. То есть, вы даже в Интернете не позволяете себе чего-то, ну скажем, чего-то такого качественного для себя. Вот. Чего-то такого именно своего. Вот. И это тоже важно. На самом деле. Знаете, какая история? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, на это тоже стоит обратить внимание. Как минимум. Пристальное внимание. Самое пристальное внимание. Я бы сказал, да? То есть, если я учусь, то зачем я учусь? Про здоровье. Про здоровье. Своё. Допустим. То, опять же. Зачем я смотрю про своё здоровье? То есть, чего я хочу добиться этим? Я чувствую обязательство смотреть про здоровье? Или... Или что? Понимаете? То есть, это важно. Это очень важно, мама. Дальше идём. Да, вот вы говорите, полезно для меня. Полезно не значит хорошо и правильно. Эта полезность определяется, как правило, не важно. Прочитанные рекомендации не выполняю, естественно. Здесь момент тоже такой, довольно интересный. Ага, если вы не выполняете то, что ну вот, ну вот, если вы не делаете то, что нужно, да, то это значит, что вы склонны, возможно, склонны, испытывать чувство вины. Так что вам нужно испытывать вину. И это тоже очень важный момент. Что даёт вам чувство вины? Подумайте об этом. Тоже. Это важно. Очень важно. Дальше идём. Эм, так. То есть, до тех пор, пока вы будете испытывать чувство вины, вы будете всё время в этой ситуации возвращаться. Потому что чувство вины даёт вам спокойствие и комфорт. Не знаю, что делать, как будто потерялась после окончания университета. Ну, потому что, вот, наверное, была чёткая цель университет закончить. А дальше вы не привыкли руководствоваться своим выбором. Привыкли ориентироваться на других. А другие, кто руководили вами до окончания университета, сдулись, а сами его решения за себя принимать оказались не готовы. Потеряли себя. Потеряли себя. Потеряли свои желания, свои влечения, свои мечты. Когда вы в последний раз мечтали? Вот, вспомните. У меня красный диплом МГУ, то есть, пару лет назад я была обязательно и всё выполняла. Это единственное, что вас волнует, да? Обязательства и выполнения. А хотите-то вы чего? Чего? Понимаете, вот, что самое здесь такое страшное? Что вы ни слова не говорите о том, чего вы хотите. У вас только я должна, я должна, я делаю. А желание проявляется только в одном. В этой вот зависимости. От интернета. То есть, если бы не она независима, то вы бы вообще, наверное, ничего бы себе не позволяли. Ну и, как вы думаете, хорошо это для вас или нет? Или нет? Вот. Вот представьте себе, представьте себе, что вы независимы от, ну, Ютуба, да? Вот. Представьте себе, что всё, вы независимы, нет зависимости. Вот, что бы вы делали? Что бы вы делали, если бы не были зависимы? Чем бы вы занимались? Ответили? А теперь, теперь, ответьте на другой вопрос. А хочется делать что? Хочется делать что вам? Понимаете? Какая история? Я уверен, что это разные вещи. Дальше. Работу пока не нашла. А надо? Знаю, что... А, хотите? Работать как? Хотите? Если надо, то кому надо. Если хотите, то... То... Чего хотите. Знаю, что надо выучить до конца английский и французский. Кому надо-то? Как вообще языки можно выучить до конца? Вы простите, я не очень понимаю. Как можно английский язык, любой язык, выучить до конца. Если язык, языку учится постоянно. Если нравится, конечно. Если вам нравится, конечно. Другой вопрос. Если не нравится. Если вы делаете это через силу. То это другой момент. Но, тем не менее. Вот так. Я думаю, обо всем этом вам стоит подумать. На этом месте я бы обратился к психологу за личной консультацией. Потому что симптомы довольно серьезные. Подавленное состояние может привести к депрессии. И начал бы переосмысливать свою жизнь, начиная с самого детства. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обязательно. 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 Прискручивайтесь к себе. Это важно. Прискручивайтесь к себе, к тому, чему хотите вы. А не чего хотят другие. И изучите свою реакцию, чувственную, на вот подобные проявления. Вам станет понятно и то, как вы оказались в этой ситуации. И соответственно, чем продиктована ваша зависимость. А я вам желаю всего самого доброго. И удачи.